Алтай Многолик Какой он Алтай золотой? Наша съемочная группа решила отправиться в путешествие, показать все прелести алтайского края, горного Алтая в бархатный сезон. Свой путь начинаем с выбора верного спутника. Для путешествий нужна не только проходимая и надежная машина, но и комфортная. Японский полноприводный кроссовер как раз соединяет в себе все эти качества. Именно на ней мы отправимся в путь. Реал на Аби уже не первый раз помогает выбрать нам автомобиль для путешествий. Помимо прочего, автоцентр предлагает надежный сервис для иностранных авто, имеет собственную автомойку, а также отдел запчастей и автоаксессуаров. Итак, знакомьтесь ближе – Subaru Forester. Единственный в своем роде отменно держит прямую систему помощи водителю, способной соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля. Автоматически тормозить вплоть до полной остановки. Ну и, конечно, последний рестайлинг. Ну что, поехали! Держим путь в Белокуриху, а значит, наш маршрут проходит через Биск. Город называют воротами Алтая и не зря. Историческая архитектура впечатляет до мурашек. Здесь находится самый крупный церковный музей Сибири, памятник Петру Великому и особняк с привидениями. Как раз сюда, в усадьбу купца Николая Осанова, мы и решили заглянуть. Это настоящий подлинный буфет, который был в доме Осановых. То есть, это подлинная вещь. Здесь вообще очень много именно подлинных, оригинальных вещей, включая паркет, на котором мы с вами стоим. Сохранились не только элементы интерьера прошлых лет. Старинный особняк по сей день остается таинственной. Старинная усадьба, примечательная тем, что нередко в это зеркало сотрудники и гости музея видели привидений. Сейчас здесь, в Краеведческий музей, имени Виталия Бианки. Собраны уникальные коллекции китайского фарфора эпохи Цин, буддийские скульптуры, петроглифы, а также предметы культа алтайских шаманов. Он должен был предохранять шамана от воздействия темных духов, кермесов, слуг Эрлика, хозяина Нижнего мира. И прежде чем спуститься в Нижний мир, шаман должен был облачиться. Вот такой костюм, на котором очень много именно элементов, которые оберегали его. Таинственность экспонатов увлекает. В музее можно провести целый день и не заметить, как летит время. Но нам нужно ехать дальше. Прощаемся с Бийском и местными красотами по пути заправляем железного коня. Почти 80 километров и мы в Белокурихе. Место славится не только красотой окружающих гор, но и минеральными водами. С этого здания старинной лечебницы начинается история города. Термальные источники, которые выходили здесь вдоль речки, их было очень много, несколько десятков. Вода теплая, местами даже горячая, как говорили очевидцы, пятка не терпела. И вот эти источники, в общем-то, были замечены. И народ сюда потянулся, и появилась у нас деревушка. 20 дворов здесь на берегах нашей речушки. Здесь били теплые ключи, сбегали быстрые ручьи. Сейчас от Родона-лечебницы осталось лишь здание, небольшой музей. Тут уже не проводят процедуры, но именно этот санаторий положил начало оздоровительному курорту, которым теперь так славится город. Воду отправили в Томск на анализ. Этот город тогда был, можно сказать, сибирскими афинами. Только там могли сделать химический анализ воды минеральных ключей. И этот год, 1867-й, стал отчетным для нашей белокурихи, потому что именно в этом году сделан был анализ нашей воды. История истории, но сохранились ли традиции, сейчас проверим. Следующая точка нашего маршрута – местная здравница. Алла Николаевна уже несколько лет подряд приезжает в санаторий «Аврора». Кто, как не она, знает, почему люди возвращаются сюда вновь и вновь. Родоновые ванны, и грязевые аппликации, и гидромассаж. И процедур достаточно вполне. Ну, мне хватает. И физиолечение есть. Доктор, ну, как-то сразу все правильно назначил. Говорят, тут индивидуально подбирают диету, лечат заболевания дыхательной, нервной, пищеварительной, опорно-двигательной системы и других. Не хуже, чем в странах Юго-Восточной Азии. Много лет назад был в Китае, удивила тогда медицина их нетрадиционная. И сегодня нужно отметить, что здесь условия нисколько не хуже. И подготовка медперсонала на уровне, вот скажем, китайской медицины. Нам даже удалось посмотреть, как проходит процедура ударно-волновой терапии. Среди профессиональных спортсменов она на расхват. Снимает напряжение в мышцах после изнурительных тренировок. Уютные номера, живописные виды на парк с балкона, тренажерный зал, бильярд и ресторан – все в одном месте. Гости отмечают в бархатный сезон приезжать сюда приятнее вдвойне. С начала сентября и до середины декабря здравница радует скидками на проживание до 35%. Но самое главное – не только здоровье, за которым приезжают сюда из разных уголков России, но и возможность сделать глоток целебного воздуха. А вот еще одна достопримечательность – речка, которая носит символичное название города. Каждый день сюда приходят туристы, чтобы насладиться красивыми осенними видами. Говоря о Белокурихе, нельзя обойти стороной и это место. Музей истории кузнечного ремесла, который основала всего пару лет назад, не поверите. Единственная в Сибири – женщина-кузнец. Сегодня Анна стоит уверена в наковальне и с кувалдой на «ты». Любопытно, что до этого девушка занималась совсем другим делом – пела в местном ансамбле. Меня отправили за ухватом для выступления. Пришла в кузницу, увидела наковальню, ну и решила попробовать. Началось получаться. Я помню себе вот с такими вот глазами по 5 рублей, да, и то есть у меня вот все началось спориться. Я увольняюсь, работала секретарем-референтом и посвящаю себя вот этому делу. Пословица «каждый кузнец своего счастья» для Анны имеет буквальное значение. Сосредоточенными и точными движениями она создает шедевры. Это получается у меня кованый светильник в виде чайника. Здесь идет пайка витража, что по бокам, что вот дно. Картины из меди и латуни уже успели побывать на выставке в Дубае. Анна сама придумывала эскизы и с помощью чеканки подчеркивала детали. Это привычный как раз для Алтая сокол, горы, неизвестность, какое-то волшебство, на мой взгляд. Ну и вот вторая работа. Получается, у меня две работы. Тоже это ассоциация с Алтаем, горы, река, котунь, сокол, смотрящий вдаль. Пока были в кузнице, уже стемнело, время близится к полуночи, нужен ночлег. Мы выбрали усадьбу Тещина Роща. Находится она в горноалтайском поселке Черемшанка. Гостям здесь всегда рады, даже таким внезапным, как мы. После долгой дороги можно расслабиться в фитобочке или кедровой бане. За этим чаем я сама езжу, собираю зверобой, душица, чабрец, иван-чай у нас в горноалтайе шикарный. Я езжу в горы, собираю, ну, с медом, после банки, с веничками, дубовыми, березовыми, на усмотрение, с ледяной водичкой, которую у нас купили есть. Заходишь в номер и сразу чувствуется домашний уют. Сюда приезжают семьями или большими компаниями. Места хватит всем на территории большой 16-местной дома и маленький гостевой. Усадьба расположена вблизи живописных мест, одно из них Черемшанский водопад. Маленькая достопримечательность Большого Алтая, куда мы и отправились. Черемшанский водопад не пользуется особой популярностью среди туристов. Высота его падения всего около пяти метров. Чего не скажешь про местных. Кстати, рядом здесь расположен святой источник. Люди приходят сюда за живой водой. Водопад находится в Большом ущелье. Он будто спрятан от посторонних глаз. Родник освещен 12 лет назад, и пока сюда заглядывают только местные. А вот озеро Ая напротив – одно из самых исхоженных туристами. Какие только легенды про него не слагали. Согласно одной из легенд, озеро Ая – это последнее пристанище двух влюбленных. Ожидая юношу, девушка горько плакала, да так сильно, что образовалось целое озеро. По другой из версий, это озеро назвали в честь богиню Луны, которая спустилась с неба. Там, где она коснулась земли, образовалась огромная яма полулунной формы. А когда ее заполнила вода, получилось озеро. Кстати, немногие знают, что водоема около 25 тысяч лет, глубина 22 метра. Теперь туристов тут хоть отбавляй. Летом приезжают ради пляжного отдыха, осенью полюбоваться бирюзовым цветом воды и красками природы. Осенью это что-то невообразимое, это красотища неописуемая. Это бирюзовая катунь, она осенью действительно бирюзовая. Я раньше не понимала, почему ее называют бирюзовой. А попав вот осенью, видно все краски этой реки, да, сумасшедшие. Нам повезло, сегодня тут пройдет фестиваль русской традиционной культуры. Творческие коллективы уже разминаются перед выступлением. А нам нужно ехать дальше. Следующая точка маршрута – Чимал. Проезжая Майминский район, обязательно найдите минутку, чтобы заглянуть в питомник северных ездовых. Якутские лайки, хаски, самоеды – тут около двух десятков собак. К ним даже можно зайти в вольер и погладить. По словам хозяйки, трепетное отношение к человеку у этих животных в крови. У северных ездовых собак отсутствует генагрессия к человеку. Это доказано учеными. Почему? Потому что они очень долго жили с нами, с людьми на севере. Они были нашими компаньонами, они были нашими… часть семьи вместе с нами жили. Пушистым нужны постоянные тренировки. Сейчас как раз подходит время. На улице начинается дождь. Прощаемся с четвероногими и продолжаем путешествие. Сентябрь месяц туманов, но дорога просматривается хорошо даже в такую погоду. Благодаря чувствительному датчику дождя дворники смахивают капли с лобового стекла. Машина уверенно идет по трассе, а километры пути пролетают незаметно, и вот мы на месте. Катунь в сентябре особенно красивая ярко-бирюзового цвета. Хребет дракона, зубы или стрелы Сартакпая – как ни назови место потрясающей красоты и настроения в любое время года. Скалы расположены посреди Катуни на северной окраине села Эликмонар. Это место не столь популярно у туристов, чаще всего деревню проезжают мимо. Но побывать хотя бы раз тут все же стоит. А мы отправляемся дальше. На этот раз остановимся на берегу Катуни. От базы открывается шикарный вид на реку Катунь. Золотистые горы, которые сейчас в это время. Катуни сейчас набрала свой красивый бирюзовый цвет. Небольшой туристический комплекс «Алтайская сказка» находится в ущелье поселка Узнезя Чумальского района. Два уютных коттеджей с кедрового дерева, баня, детская площадка, ну и, конечно, пейзажи, ради которых в это место возвращается снова и снова. Неоднократно были большие группы, которые для йоги, для медитации используют вот это место. Также очень хорошо база подходит для отдыха групп детей. Допустим, класс заезжает, потому что база небольшая, дети все рядом под присмотром. Кстати, несмотря на уединенные отдаленные места, в которых мы останавливались, всегда была мобильная связь и скоростной мобильный интернет. Здесь вот прямо за нашим домом вышка с 4G-связью и ловим с помощью Ростелекома отличный интернет и моментально передаем все эти изображения домой, друзьям, мамам, папам, и они смотрят и радуются за меня. А как быстро передается? Моментально просто летают. Здесь интернет вообще летает. Удивительно, что для такого небольшого села, как, например, Уизнезя, здесь 5 палочек. Благодаря мобильной связи Ростелекома, отойдя несколько метров от турбазы, нам удавалось без проблем выйти в прямой эфир. Друзья мои, всем привет! Я нахожусь, еще нахожусь в горном Алтае. Мы продолжаем наше путешествие. Посмотрите, какой красивый Алтай осенью, золотая осень, несмотря на дождливую погоду. И я остаюсь с вами на связи благодаря связи Ростелеком. Оказавшись в Чемальском районе, мы решили посетить еще одно популярное место. Горный Алтай не зря называют русской Швейцарией. Местные виды и климат ничуть не уступают альпийским. Мы находимся на знаменитой Чемальской ГЭС. Кстати, сейчас здесь проходит глобальная реконструкция объекта. Ремонтные работы ничуть не отпугивают, несмотря на конец летнего сезона, отдыхающих много. Помимо впечатляющих видов, которые открываются с гор, можно прокатиться на Тарзанке над шумящим водопадом. Нагулявшись по горам, мы проголодались. Попробовать блюда с алтайской перчинкой, например, борщ из мяса косули, отправляемся на базу Чемальский каньон. Это место отдыха создано семейной парой. Несколько месяцев назад Евгений и Наталья променяли влажный камчатский климат на свежий горный воздух. Этот чудесный райский уголок нашей необъятной родины зовется Республикой Горный Алтай. И вот однажды мы приехали сюда, увидев малую часть этих красот, мы просто решили с Натальей остаться здесь, на берегу Березовой Катуни. 70 соток земли, на которых расположилась база, пока застроена не полностью. Но гостей здесь уже ждут. Просторный корпус работает круглый год. Вот даже собственный огород со свежими овощами. Кто у нас был уже, тот пробовал и кушал эти замечательные помидорочки и огурчики. То есть можно подойти и покушать? Вообще спокойненько берите, пожалуйста, срывайте вот, срывайте и кушайте на здоровье. Кушайте. Они вкусные? Путешествие подходит к концу, у нас почти не осталось времени. Но еще в одно местечко – пасеку. Мы все же заглянули. Хоть сейчас пчелы уже и в спячке, есть на что посмотреть. Это у нас солнечная воскотопка, которая движется по солнышку. Здесь мы закладываем старые соты, рамочки. Здесь солнышко нагревает до 90 градусов. И при температуре 63-64 градуса воск вытапливается. Здесь живут белки, есть комната, где разводят моль. Территория пасеки больше напоминает музей. Кривые зеркала, пирамиды золотого сечения, хранилища для кедровых шишек. Можно даже послушать поющие камни. Уходить отсюда совсем не хотелось, но уже смеркается. Проезжаем лес, без труда преодолеваем небольшую местную речушку. Уже и топливо на исходе. Едем по дороге, вдалеке мелькает яркая вывеска «Салекс». Нам сюда. У нас в Барнауле такую не встречишь. Это горно-алтайская сеть автозаправочных станций. Как раз подходит для путешественников. Водители уже по достоинству успели оценить бензин европейского качества. В горно-алтайске много заправок. Но «Салекс» хорошая, надежная. Всегда хорошее топливо. Качественно заправляют. Я не только на этой машине езжу, но в машине это топливо нравится. Расход радует. Топливо доливают всегда нормально. Не обманывают. Заправка хорошая. Пока наполняется бензобак, пьем кофе, здесь же можно перекусить. А нам пора ехать дальше. На этот раз уже домой. Путешествие длиной в три дня пролетело, как один миг. В горах не замечаешь, как проходит время. Все же Алтай прекрасен в любое время года. А после этой поездки нам захотелось увидеть его, когда вокруг будут лежать снега. Но это уже совсем другая история.